Наша первая группа построила тренера, обмила рождение Васиного сына и посадила в лужу других участников шоу. Все это доводит, что они не только настоящие мужчины, а еще один из самых сильных гуртов на нашем шоу. Встречайте, приведи оперы! Это был слишком какой-то легкий, ненапряженный номер, почти никакой. На мой взгляд. Поздравление другу у нас получилось, но так какого-то целостного номера я не почувствовал. Мне было стыдно. Я очень волновалась, потому что ресурсы еще не исчерпаны, а мы должны уже будем идти. Зазнавши такого краху, приведи оперы не на жарт перелякалися. В жодном разе вони не хочуть покидати шоу за кілька кроків до фіналу. Тож хлопцы намагаются перекласти провину за невдалий выступ один на одного. Есть люди, которые верят в свою победу, а есть люди, которые немножко к этому халатно относятся. Напряжение в коллективе выросло. В какой-то мере усилились конфликты. Ну, были ситуации, когда на каких-то творческих порывах люди уходили с репетиции. В нынешней конкуренции это должно быть очень ярко. Выбрала все-таки итальянскую классическую песню. То, чего они никогда не пели. В теноровой тональности пой. Ты так хорошо пел, красиво в теноровой тональности. Может быть, сейчас я ошибаюсь, но там есть точно вторая партия внизу. Там есть. Там есть вторая партия внизу. Я могу петь сейчас как угодно, Нодар. Пойте. Найбільшою проблемой для приводов стала незрозуміла жодному з них итальянская мова. Это должно быть слитно, но каждое слово должно звучать отдельно. Па-те. 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 Давайте соберитесь. Коми. Коми. Уно. Уно. Стерео. Стерео. Дзеррио Брата будет очень оценивать ваш итальянский. Я очень надеюсь, ему понравится. И он может нас оценить по достоинству то, что мы с вами сделали. Дзеррио Брата, квеста музыка прво и квеста бало прво. Дзеррио Брата. Дзерриоситthrough. Дзеррио Брата. Дзеррио Брата. Дзеррио Брата. Ага! Ха! Ха! Играет музыка 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 Я живу для тебя. Моя донна – это все украинские девушки. Ребята, вы меня очень впечатлили. Комплименты преподавательнице итальянского. Она была очень строгой с вами, я знаю. И с возвращением выхожу. Исполнение итальянским было превосходным. Нодар. Ты. Нужно было повнимательнее слушать уроки произношения. Ты похож на итальянца. Но тебе вот акцента не хватает. Не поешь ты как итальянец. Вы сделали отличный выбор композиций. Я думаю, что сегодня вечером вы завоевали всю женскую публику. Наталья Вагилевская. Мне после жерей так опасно, особенно когда я не согласна. Ой, слушайте, кресло действительно работает. У Ильи Резников все работает. Вы поняли этого? А я, кстати, сижу рядом и чувствую. Ребята, пожалейте меня. Вы настолько мне нравитесь. Мне настолько хочется восхищаться вами в качестве члена жюри. Настолько хочется говорить вам комплименты. Тем более, что вы действительно этого достойны. Но сегодня снова не ваш день. Я опять... Я, знаете, я даже не буду вас критиковать. Я расскажу одну притчу. Купил молодой человек участок земли. На нем не было колодца. Но у соседей где-то приблизительно в глубине 10 метров были колодцы у всех. Он был спокоен. Через месяц звонит хозяин. Говорит, ты чего мне продал? Сказал, на 10 будет колодец. Я уже на 100 прорыл, а колодца нет. Хозяин приезжает, смотрит, а он там прорыл на 3, в другом месте на 5, в третьем на 7. В целом, да, действительно на 100. Но он ни разу не дошел до воды. Я говорила в самом начале, вы владеете уникальным козырем в академичной. Вы красивы, неревиально, просто как боги. Аплодисменты. Но мне очень хотелось, чтобы вы интерпретировали свой талант в различные направления. Вы в каждом попробовали, но нигде не дошли до конца. И все-таки я буду к вам строга. Я знаю, вы можете больше. Но сделайте Майлз какого-нибудь, да. Сделайте сочетание современной музыки с академическим вокалом. Сделайте что-нибудь интересное, новое, удивите. Я все еще жду. Вы сегодня вернулись к тому, с чего начали. Это и так понятно, что у вас получается хорошо. И это был грузинский тост. И это был грузинский тост от Натальи Могилевской. Ну, на чем оценки? Не нравится они мне. Могу я сказать? Оценки жюри. Оценки, будь ласка, Наталья Могилевская. Весемь баллов. Артур Гаспарян. Семь баллов. Светлана Лобода. Весемь баллов. Джерри Абрате. Десять баллов. Десять баллов. Ну что ж, 33 баллы загалом. Хлопцы, витаем. Ребята, вы принимаете критику Наташи? Отчасти. С чем не согласны? Я могу себе позволить ответить за весь наш коллектив. Вы позволяете? Отчасти принимаю, потому что я за них отвечаю. И они делали, правда, много экспериментов. Но два эксперимента подряд для них это много, потому что шоу очень короткое. И хочется все грани их показать сразу. Я принимаю любую критику и пытаюсь воплотить ее в жизнь. Но считаю, что сегодняшняя песня наиболее ярко раскрывает весь их талант. И я абсолютно согласен, как продюсер этого шоу. У нас на шоу едини все те приводы, которые спевают за смс. Отправляйте цифру три на номер двадцать тридцать, або телефонуйте за номером, который вы видите на ваших экранах. Поддержите приводы в опере, чтобы они и дальше спевали на этой сцене. А наши следующие участники долго думали, какую песню им спеть. Арабскую, народную, цыганскую, таборную или, может быть, русскую. И, наконец-то, они выбрали английскую популярную. Приготуйтесь и увидите кольоровую романтичную песню от гурта «Фарби» на сцене шоу номер один. Ваши оплески. 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 Аплески.